Эти кадры возле дома номер 4А по улице Куйбышева жители города сняли буквально накануне. Сейчас ситуация на дороге стала еще более серьезной. В морозы лужи и глубокие ямы замерзли. За кромку льда цепляются и легковые, и грузовые автомобили. Даже внедорожники еду со скоростью не более 5 км в час. Дорогу не раз посыпали асфальтовой крошкой, но такого ремонта хватает на пару недель. Ребята, я в шоке вообще. Кошмар, конечно. Ужас. Причем здесь вот сколько вы не ремонтировали, здесь постоянно такая вот беда. Особенно с наледью, образованием вот этого вида. Здесь надо все досконально менять. Снимать асфальт и класть нормальную дорогу. Поэтому у меня просто слов нет. Рядом крупная транспортная компания. По этой дороге в нее доставляют грузы. По словам водителей, на этих ямах можно разбить не только раму с подвеской, но и содержимое кузова. Все ломается. Все палеты разлетаются. В палетах везешь груз, все расходится. Конечно, отвратительная дорога. Не могут ничего сделать. Дорога, конечно, плота, естественно. Видите, смотрите, на Ниве еду. Бум-бум-бум-бум-бум. С подвесками страшно? Нет, за ним, конечно, страшно. Даже за ним страшно, а ты не говоришь. В городской администрации в курсе проблемы. Дорожное полотно на проблемном участке нужно полностью менять, считают в мэрии. По предварительным оценкам, ремонт будет стоить около 5 миллионов рублей. В планах власти эти работы есть. Вот только средства пока не заложены. Многие о ней вообще не знают. Она в стороне от основных магистралей. Это, по сути, такая тупиковая дорога, которая ведет к объектам бизнеса. Мы, конечно, рассчитывали и предлагали в формате муниципально-частного партнерства, там и бизнесменов в том числе, что называется, сброситься. Но не нашли понимания. Мы их не обвиняем ни в коем случае. У бизнеса сейчас тоже не самые простые времена. Так что будем изыскивать средства в городском бюджете. В мэрии рассчитывают отремонтировать дорогу уже в этом году. За счет экономии средств во время работы над проектом безопасные и качественные автомобильные дороги. В любом случае, ремонт начнется не раньше весны. Сначала должен растаять снег. Константин Миронов и Олег Маньков. Губерния 33.